Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Стало очень от своих детей, от быта, от того, что сижу в четырёх стенах, и ничего не происходит. Нет личного времени, своё действие зависит от детей. Почему я за это чувствую вину? И мне стыдно, мы же постоянно на работе, детей не с кем оставить, чтобы сходить куда-то отдохнуть. Ну, если честно, я не очень понял. Ну, за что именно вам стыдно? То есть, вам стыдно за то, что вы устали от своих детей, или вам стыдно, потому что у вас нет личного времени, и все ваши действия зависит от детей? Вот. Это, на самом деле, принципиальный вопрос, потому что, опять, его, собственно, как бы, зависит. Ну, дальнейшее, дальнейшее развитие, ну, беседы. Ну, давайте я сделаю предположение, что вам стыдно от того, что вы устали. То есть, вот, вы живёте определённой жизнью, а вам это тяжело, да? Ну, то есть, вы чувствуете усталость. Вот, и вам за это стыдно. Исходя из моего предположения, я бы сделал вывод о том, что у вас много злости. Вот, я бы сделал предположение о том, что вы злитесь на детей, что вы злитесь на вы его мужа. Вот, но эту злость вы показать не можете, к сожалению. То есть, ну, вот, как там, вы себе запрещаете показывать злость. Сопрощайте себе её выражать. Вам вот что-то не нравится. Что вам, ну, что вам что-то неприятно. И тогда, вот, и с этим, в первую очередь, нужно работать с тем, что вам на самом деле что-то, может, не нравится. То есть, работать, и именно вот в этом смысле проживать. Собственно, то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, выражать это, и учиться принимать себе. Потому как, я надеюсь, что это понятно, что ваши личные границы очень сильно нарушаются. Очень сильно ваши границы здесь проседают. Вот, проседают они прям, прям, жёстко. В том смысле, что дети, ну, оказывают на вас сильное влияние. Мужа, которого никогда не дома. И вы, который не знает, куда себя дед. Вобственно, грустно. Вы, в плане своего психологического образа, как будто бы сжимаете. Это очень сильное сжатие. Очень-очень, 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 очень-очень сильно сжатие. И, конечно, вам об этом совсем не хорошо. Конечно, вам это, ну, мягко говоря, неприятно. Ну, и что здесь может быть приятно, да, в целом. Поэтому, поэтому, да. На мой взгляд, идея заключается именно в том, чтобы помочь вам расширить свой образ. Чтобы как-то заявлять о себе, чтобы как-то предъявлять какие-то требования, если они у вас есть. Может быть, даже претензии. Ну, претензии, если я... В общем, как бы нет ничего хорошего. На самом деле, если вы будете эти претензии предъявлять, потому что как раз такие претензии, они вызывают наоборот отторжение. То есть о своих чувствах нужно тоже уметь говорить. В противном случае вы будете добиваться только совершенно обратного эффекта и ничего хорошего. Без этого можете мне поверить не получится. Вот. Ну, в целом. Поэтому тут, конечно, очень серьезный и деликатный, я бы даже сказал, момент, на который нужно вам обратить свое внимание. Если вы, конечно, хотите изменить свою жизнь. Что меня... Ну, как сказать... Что меня... Зацепило в вашем тексте? Ну, в таком, знаете... В хорошем, в хорошем, между словом, то есть не подумайте я не про то, что у меня что-то задело, нет. Я именно говорю, что я выделил в вашем тексте в целом, помимо того, что уже сказал. Я выделил то, что вас как будто бы интересует на самом деле то, почему вы чувствуете вину. Удивительное дело. Так и хочется вас спросить. А это правда единственное, что вас интересует? Ну, в смысле того, что вас интересует только это? То есть нет ли чего-то еще, что вас интересует? Не хотите ли вы спросить у, например, психолога что-нибудь еще? Вот это мне, конечно, очень интересно. потому что если вас интересует только это, то могу вам заверить, ваша жизнь скорее всего не изменится. То есть если вы хотите свою жизнь изменить, если вы хотите на самом деле свою жизнь изменить, хотите, чтобы она в смысле ваша жизнь выстраивалась по-другому, хотите, чтобы она ваша жизнь выглядела по-другому, хотите, чтобы она ваша жизнь все-таки была как-то, ну, может быть посчастливее что ли, то на мой взгляд нужно, конечно, для этого что-то делать. И как мне, как я думаю, вот работать над тем, в частности, что я скажу, что я озвучил хотя бы. То есть хотя бы в этом направлении вам как-то можно двигаться. Вот. А не интересоваться тем, а почему я чувствую вину. Понимаете, да? на самом деле вопрос, почему это на мой, по крайней мере, взгляд худший, худший вопрос, который вы можете себе задать. Поймите, поймите правильно. Я даже, я даже поясню, почему этот вопрос худший, что вы можете у себя спросить, потому что найдя причину, вы тут же столкнетесь с тем, что не совсем понимаете, а что мне с этим дальше поделать. То есть, ну вот, причину я поняла, хорошо, а что дальше? И вот это очень важный момент. Потому что здесь вы просто сталкиваетесь с тем, что, ну, а дальше? Дальше ничего. Дальше, дальше, дальше все остается так же. вот все остается как, в общем-то, было. Но, но вы же этого не хотите, я думаю. Вы же не хотите, чтобы было так, я думаю. Вам же, наверное, хочется, чтобы все-таки вы как-то жили получше, чтобы ваша жизнь была, ну, более, более интересной. И, в каком случае, здесь, мы задаем вопрос, а что же вы тогда для этого делаете? Что вы можете для этого, для этого сделать? Что вы для этого делаете, и что вы для этого не делаете? Это тоже важно, вопреки тому, что вы могли бы подумать. Подумать. Это тоже важный момент. Что я для этого делаю, и что я для этого не делаю. Вот. Как-то так. я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, в смысле, помощь, пригодится. Продолжение следует...